В Японии существует налоговая система. Даже иностранцы, зарабатывающие деньги в Японии, проживающие в Японии или покупающие в Японии вещи, как правило, обязаны платить налоги в Японии. Существуют различные виды налогов. Здесь мы расскажем о подоходном налоге, налоге на проживание и налоге на потребление соответственно. Подоходный налог – это налог, который выплачивают те лица, которые зарабатывают деньги в Японии. Размер подоходного налога определяется такими факторами, как сумма заработка с 1 января по 31 декабря и количество членов семьи, которых вы содержите. Лица, проживающие в Японии, также могут облагаться подоходным налогом на денежные средства, которые были заработаны за рубежом. Более того, налоговые соглашения между страной проживания и Японией могут перевести к снижению подоходного налога. Более подробную информацию можно получить в налоговом управлении. Чтобы платить подоходный налог необходимо составить документы, в которых указана заработанная сумма и соответствующий подоходный налог и представить их в налоговую инспекцию. Эта процедура называется налоговая декларация. Однако, в зависимости от места работы или компании, в которой конкретное лицо трудится, физических лиц можно разделить на тех, кто не обязаны подавать налоговую декларацию и тех, кто обязаны это делать. В большинстве случаев работникам, которые получают заработную плату от своих компаний, нет необходимости подавать налоговые декларации, поскольку компания вычитает подоходный налог из их заработной платы и выплачивать его от их имени. Такое удержание компании по доходному налогу и заработной платы называется удерживаемым налогом. Кроме того, компания производит расчеты по подоходному налогу с декабрьской зарплатой. Это называется корректировкой по итогам года. Физические лица, которым необходимо подавать налоговую декларацию. Налоговые декларации должны подавать лица, работающие самостоятельно, без принадлежности к какой-либо компании. Лица, получающие заработную плату в компании, но имеющие дополнительные источники дохода или не прошедшие налоговую корректировку по итогам года, должны подать налоговую декларацию. Налоговая декларация подается в период с 16 февраля по 15 марта в налоговую инспекцию. Если вы планируете завершить свою деятельность в Японии и покинуть страну, обязательно подайте налоговую декларацию до отъезда из Японии. Более подробную информацию о подоходном налоге можно получить в налоговом управлении или у своего работодателя. Налог на проживание. Это налог, выплачиваемый физическими лицами, имеющими зарегистрированный адрес в Японии на 1 января определенного года. Размер налога на проживание определяется такими факторами, как доход, полученный с 1 января до 31 декабря предыдущего года и количество членов семьи, которых вы содержите. Для уплаты налога на проживание необходимо подготовить документы с указанием дохода и соответствующую сумму налога на проживание и подать их в муниципальное управление того города, района или населенного пункта, где вы проживали на 1 января. Эта процедура называется декларирование налога на проживание. Однако физическим лицам, которые прошли корректировку по итогам года или подали налоговую декларацию, как правило, не требуется подавать декларацию по налогу на проживание. Существует два способа уплаты налога на жительство – специальный сбор и обычный сбор. Выбор между этими методами зависит от вашей профессии и компании, в которой вы работаете. Специальный сбор. В большинстве случаев у сотрудников, получающих заработную плату от своих компаний, налог на проживание удерживается компанией и уплачивается за них. Такой способ уплаты называется специальным сбором. Обычный сбор. Физические лица, работающие самостоятельно, без принадлежности к какой-либо компании или работающие в небольших компаниях, не попадающих под специальный сбор, должны самостоятельно оплачивать налог на проживание в муниципальное управление города или района или поселка. Такой способ уплаты называется обычный сбор. Что касается налога на проживание, то здесь следует отметить следующие моменты. Независимо от того, каким способом взимается налог, специальным или обычным, налог на проживание уплачивается фиксированным количеством платежей, начиная с июня. Кроме того, поскольку налог уплачивается физическими лицами, имевшими зарегистрированный адрес в Японии на 1 января текущего года, даже если вы покинули Японию после 2 января и больше не имеете адреса в Японии, вы все равно обязаны уплатить налог на проживание за этот год. Если физические лица, уплачивающие налог на проживание по специальной системе, покидают свою компанию, они должны либо оплатить оставшуюся сумму налога на проживание компании до ее ухода, либо перейти на обычную систему сбора и уплатить ее после ухода из компании. Если вы планируете покинуть Японию, вам необходимо либо полностью оплатить оставшийся налог на проживание до отъезда, либо назначить агента по уплате налогов, который будет заниматься налоговыми процедурами от вашего имени и представить необходимые документы в муниципальное управление города, района или поселка. Уплата налогов, таких как подоходный налог и налог на проживание, является обязанностью, предусмотренной законодательством. Пожалуйста, следите за правильностью дополнения уплаты налогов, поскольку любые неточности могут привести к увеличению налоговых обязательств. Более подробную информацию о налоге на проживание можно получить в муниципальном управлении вашего города, района, поселка или у вашего работодателя. Налог на потребление. Это налог, уплачиваемый физическими лицами при покупке товаров или получении услуг. Налог на потребление уплачивается вместе с денежными средствами или покупки товаров или получения услуг. Никаких специальных процедур для уплаты налога на потребление не требуется. Ставка налога на потребление составляет 8% для продуктов питания и безалкогольных напитков, приобретаемых в магазинах. Для других товаров и услуг ставка составляет 10%. Помимо тех, с которыми мы познакомились сегодня, существуют различные виды налогов. Узнайте, как их платить и не забывайте об этом!